А вот мы и подошли к заключительной 12 главе чудесного произведения Алиса в стране чудес Глава 12. Алисины улики Здесь крикнула Алиса и стремительно вскочила. Ошеломлённая, она совсем позабыла, насколько выросла за последние минуты. Одного прикосновения краешка её платья оказалась достаточно, чтобы скамья присяжных перевернулась. А все заседатели рухнули на голову публики и забарахтались, совсем как золотые рыбки из аквариума, которые она нечаянно опрокинула неделю тому назад. «Ой, простите!» – воскликнула она огорчённо, торопясь как можно быстрее поднять присяжных. Случай с золотыми рыбками не выходил у неё из головы, и ей почему-то представлялось, что заседателей надо немедленно посадить на место, а не то они могут умереть. «Процесс не может продолжаться», – веско сказал король, – «пока все присяжные не займут подобающего им положения». «Подобающего», – подчеркнул он, сурово глядя на Алису. Алиса взглянула на скамью и увидела, что в торопях ткнула ящерицу Билли вниз головой, и бедняжка не в силах перевернуться, беспомощно вертит хвостом. Она поспешно схватила его и посадила как следует. «И вовсе не так уж это важно», – подумала она. «По-моему, что так от него мало толку, что эдак». Как только коллегия немного пришла в себя после падения, а грифели и доски были найдены и снова вручены по принадлежности, все присяжные усердно принялись за работу и записали происшедшее. Все за исключением ящерицы Билли. Тот, видимо, так был потрясен случившимся, что сидел, раскрыв рот и уставився в потолок. «Что ты знаешь об этом деле?» – спросил король Алису. «Ничего», – сказала Алиса. «Решительно ничего или просто ничего?» – настаивал король. «Решительно ничего», – сказала Алиса. «Существенная подробность!» – повернулся король к присяжным. Не успели те записать королевские слова, как вмешался белый кролик. «Ваше Величество, вы, конечно, хотели сказать несущественное!» Он говорил почтительнейшим тоном, а сам двигал бровями и строил королю гримасы. «Конечно, я хотела сказать несущественное!» – торопливо поправился король и забормотал себе под нос. «Существенное, несущественное, существенное, несущественное!» Как будто проверяя, какое из этих слов лучше звучит. И само собой разумеется, некоторые присяжные записали – существенное, а некоторые – несущественное. Алиса стояла так близко от них, что сумела это разглядеть. «Впрочем, эко-важность!» – подумала она. Тем временем король что-то старательно записал в свою записную книжку, потребовал тишины и прочитал. Закон номер 42. «Всем лицам, рост которых превышает милю, покинуть зал суда». Все поглядели на Алису. «Мой рост не превышает милю», – сказала Алиса. «Превышает», – сказал король. «И близок двум», – добавила королева. «А я все равно не уйду», – сказала Алиса. «Это не настоящий закон. Вы его только что сейчас придумали». «Это самый старый закон в книге», – сказал король. «Тогда это был бы закон номер один», – сказала Алиса. Король побледнел, захлопнул книжку и дрогнувшим голосом обратился к присяжному. «Ваше решение!» «Ваше величество, разрешите!» «Поступили новые улики по делу», – внезапно воскликнул белый кролик. «Только что поднята эта бумага». «Что в ней?» – спросила королева. «Я еще не разворачивал», – сказал белый кролик. «Но кажется, это письмо, написанное подсудимым и вдобавок кому-то предназначенное». «Так и должно быть», – сказал король. «Письма, никому не предназначенные, попадаются довольно редко. Не так ли?» «Кому оно адресовано?» – спросил один из присяжных. «Никому», – ответил белый кролик. «По крайней мере, снаружи ничего не написано». С этими словами он развернул бумагу и добавил. «И это даже не письмо, это стихи». «Они написаны рукой подсудимого?» – спросил другой присяжный. «Нет», – сказал белый кролик. «Это-то и есть самое подозрительное». Вся коллегия изумилась. «Ему пришлось подделать почерк», – сказал король. И лица присяжных прояснились. «Но, ваше величество», – сказал валет, – «я их не писал, и противного доказать нельзя, потому что они не подписаны». «Если ты их не писал, что ж, тем хуже», – сказал король. «Значит, у тебя был злой умысел, иначе ты подписался бы, как подобает честному человеку». И все захлопали. Это были первые разумные слова, которые произнёс нынче король. «Это доказывает его вину», – сказала королева. «Стало быть, снять?» «Ничего подобного», – воскликнула Алиса. «Вы даже не знаете, о чём они. Оговорите». «Прочти их», – сказал король. Белый кролик надел очки. «Откуда прикажете начать, ваше величество?» – спросил он. «Начни сначала», – веско сказал король. «Продолжай до самого конца. В конце остановишься». И вот какие стихи прочёл белый кролик. «Когда пред ними обо мне упомянула, то сказали вы, что я вполне, но плавать ни за что». Он сообщил не их вина, увы, правдив рассказ. «Но если поспешит она, что ожидает вас?» «Я дал ей два, а вы нам пять, а он им восемь, и…» «Они вернулись к вам опять, хотя они мои. Она Илья, ведь мы могли тогда решиться там. Он знал, что вы бы их спасли, когда водилось нам. Удар хватил её, но где ж нам было знать слепым, что вы уж не помеха меж ней, ними, нами, ним?» «Молчите же о том, что их она бы предпочла. Пусть будут тайны от других подобные дела». «Это самая важная улика изо всех, какие мы собрали», – сказал король, потирая руки. «И пусть теперь присяжные дают шесть пенсов тому, кто сможет их объяснить», – сказала Алиса. «Она тем временем настолько выросла, что нисколько не побоялась перебить короля. Я не вижу в них ни крупица смысла». Вся коллегия присяжных записала. «Она не видит в них ни крупица смысла, но никто из них не попытался объяснить стихи». «Если в них нет смысла, – сказал король, – это избавит нас от хлопот и поисков такового, не правда ли?» «Но не знаю, не знаю», – продолжал он, разглаживая лист на колени и присматриваясь к стихам, прищуря глаз. «По-моему, какой-то смысл в них все-таки есть. Но плавать ни за что. Ты ведь не умеешь плавать», – обратился он к Валету. Валет печально склонил голову. «Разве я похож на пловца?» – сказал он. «И правда, какой же из него картонного пловец?» «Хорошо, а дальше?» И король забормотал стихи. «Не их вина. Это о присяжных, конечно. Но если поспешит она, должно быть королева. Что ожидает вас?» «Вот именно что. Я дал ей два, а вы нам пять. Вот и выясняется, что он проделал с пирожными, не так ли?» «Да, но дальше там сказано. Они вернулись к вам опять», – вмешалась Алиса. «Конечно, вот же они!» – и король торжествующе указал на блюдо. «Уж куда я с ней? А дальше? Удар хватил ее!» «Моя дорогая, вас когда-нибудь удар хватал?» – обратился он к королеве. «Никогда!» – с этими словами разъяренная королева метнула чернильницу в билле. Бедняга давно перестал писать пальцем по доске, заметив, что на ней не остается следов. Но тут он лихорадочно взялся за дело, пользуясь чернилами, капающими с его носа до тех пор, пока они не высохли. «Стало быть, хватит!» – сказал король. «Хватит смысла в этих стихах на десять приговоров!» И он с улыбкой оглядел зал. Стояла мертвая тишина. «Это шутка!» – обиженно пояснил король. И все засмеялись. «Пусть присяжные вынесут решение!» – двадцатый раз нынче повторил король. «Нет!» – сказала королева. «Сначала приговор, потом решение!» «Вздоре бессмыслиться!» – громко заявила Алиса. «Что за выдумки? Приговаривать без решения!» «Помолчи!» – побогровела королева. «И не подумаю!» – ответила Алиса. «Снять с нее голову!» – пронзительно крикнула королева. Никто не пошевельнулся. «Да кто вас боится!» – сказала Алиса, выросшая тем временем в полный рост. «Боже всего-навсего колода карт!» И тут вся колода взмыла в воздух и закружилась над ней. Она скрикнула наполовину от страха, наполовину от злости, стала отбиваться от них. И вдруг оказалось, что она лежит на траве, положив голову на колени сестры. А та осторожно смахивает листик, упавший ей на щеку. «Алиса, милая, проснись!» – сказала сестра. «Как ты долго спала!» «Ой, я такой интересный сон видела!» – воскликнула Алиса. И рассказала сестре обо всем, что запомнила. Обо всех этих странных приключениях, про которые вы только что прочли. И когда она закончила, сестра поцеловала ее и сказала. «Правильно, моя милая, очень интересный сон. А теперь беги, тебе пора пить чай, опоздаешь». Алиса вскочила и побежала, размышляя на бегу, конечно же, о том, какой это был чудесный сон. А ее сестра, оставшись одна, сидела, склонив голову на руку, глядела на заходящее солнце и думала о маленькой Алисе и обо всех ее чудесных приключениях. Постепенно она погрузилась в грезы. И вот что ей пригрезилось. Сначала ей пригрезилась сама Алиса. Нежные ручонки снова обняли ее колени. Ясные живые глаза глянули на нее. Зазвучал выразительный голосок. И вот младшая сестра по привычке вскинула голову, чтобы отбросить со лба токучную прядь волос. Старшая сестра слушала то ли во сне, то ли наяву, а вокруг, словно вправду, поселились странные создания из рассказа младшей. У ног зашуршала трава. Это спешил по своим делам белый кролик. Испуганная мышь всплеском переплывала море. Слышалось звяканье чашек. Это все длилось и длилось бесконечное чаепитие зайца и его приятелей. Звучал пронзительный голос королевы. Она приказывала казнить своих злополучных гостей. То доносился виск младенца порося с колен ее высочества. То звон разлетающихся блюд и блюдец. То восклицание грифона. То скрипение грифеля ящерицы Билли. То хрип подавляемой морской свинки. И все это смешивалось с далекими рыданиями несчастного черепахи телячьей ножки. Она сидела с закрытыми глазами и почти верила, что вокруг страна чудес. Хотя и знала, что стоит только открыть глаза, как все вернется к унылой действительности. Трава будет шелестеть на ветру. Море окажется ближайшей лужицей. Звон чайной посуды превратится в позвякивание бубенчиков на шеях овец. А пронзительные вопли королевы окажутся выкриками подпаска. Вопли младенца, восклицания грифона и все прочие странные звуки станут слитным будничным гулом фемерского двора. И вместо сдавленных рыданий черепахи телячьей ножки издалека донесется мычание коров. А потом она представила себе, как ее маленькая сестричка станет в свое время взрослой женщиной. Как она сохранит и в зрелые годы простодушное и доброе сердце ребенка. Как она соберет вокруг себя других детей. Как заблестят и загорятся у них глаза от разных удивительных сказок. Может быть даже от этой про страну чудес. И как она почувствует их простые печали. Порадуется их простым радостям. И вспомнит свои детские годы. И счастливые летние дни. Благодарю вас, друзья. До новых встреч в новом проекте. Субтитры создавал DimaTorzok.